Гормон, называющийся абсцизовая кислота. Канадская группа ученых изучала покой почек березы. И они размалывали эти почки, как-то вот с водой перемешивали, потом этой водой экстрактом семена, и оказалось, что пока почки покоятся, семена прорастают плохо и как-то происходит угнетение ростом. И вот это гипотетическое вещество, которое там должно было содержаться, они назвали дормин. Дорманси это по-английски покой. Покой почек березы. И вот вроде как этот гормон должен был регулировать покой почек березы. А другие на юге, где-то в Соединенных Штатах, работали с растрескиванием и опадением коробочек клопчатника. И тоже выделили некоторое вещество, которое угнетало рост семян, рост побегов. И они назвали это вещество абсцизи. А дальше, как это в науке бывает, кто первый выделит вещество, вот так это вещество и назовут, по приоритетному названию. И вот приоритетное название оказалось абсцизин. Хотя оно совершенно не отражает, и можно сказать, неправильно отражает физиологическое действие этого гормона. Вот такое вот вещество. Оно оказалось кислотой, поэтому называется абсцизовая кислота. Ну, абсцизовая кислота как раз ответственна за то, чтобы разные органы покоились. Вот, например, у кукурузы зерновки должны покоиться в початке. А здесь перед вами получен странный мутант. Видите, мутантная зерновка. И прямо на материнском растении начинается без остановки рост зародыша. Ну, представьте, как растениям было бы неудобно, если бы все время сразу на материнском растении все прорастало. Значит, какая-нибудь зима, засуха, и эта семечка не сможет пережить неблагоприятные условия. И оказалось, что этот мутант как раз не способен синтезировать абсцизовую кислоту. Странное дело, но абсцизовая кислота еще и обеспечивает образование вот такой вот черной окраски, фиолетовой или красной окраски в растениях. Если не хватает абсцизовой кислоты, значит эта окраска почему-то не проявляется. Ну, понятно, что этим свойством люди захотели воспользоваться. Вот перед вами некоторый сорт винограда, бессемянного, там, Crimson Seedless. Если его ничем не обрабатывать, то он такой вот очень невзрачненький, да, и вряд ли кому-то захочется его покупать. Вот придумали обрабатывать абсцизовой кислотой. Вы видите, чем больше абсцизовой кислоты, тем сильнее проявляется вот эта вот красно-фиолетовая окраска винограда. На прошлой лекции мы узнали, чтобы виноград был крупнее, его обрабатывают гиберелинами. При этом, конечно, окраска кожуры становится плоховатая. Вот если зеленый сорт, это не важно, а вот для красного сорта это оказывается очень важно. Поэтому виноград выращивают так. Сначала раздувают ягоду с помощью гиберелина, а под конец, перед тем, как уже снимать виноград, обрабатывают абсцизовой кислотой. И получается вроде бы как ускоренное проявление такой вот красной красивой окраски. Может быть, вы пойдете в супермаркет на Новый год где-то перед Рождеством. Из Европы поставляли, ну не знаю, будут ли в связи с санкциями поставлять дальше, такие вот яблоки с Дедами Морозами, такие красенькие Дед Мороз на желтом фоне яблока. И не видно даже, как и чем покрашены. Берут трафарет, в котором вырезан Дед Мороз, наклеивают на яблоко и обрабатывают сверху абсцизовой кислотой. Там, куда она попала, проявится фиолетовая или красная окраска. Получается красный Дед Мороз, красный фон и вот такая как бы желтая этикетка. Ну понятно, что вот эту вот липучечку потом снимают и продают по бешеной цене. Очень красиво, очень фигурно. И на самом деле с помощью естественного гормона делают вот такие вот экзотические яблоки. Ну напомню вам еще раз, что абсцизовая кислота регулирует также открывание и закрывание устиц. И синтезируется она в условиях засухи. Если засуха, то соответственно устицы должны быть закрытыми. Если засухи нет, то синтезируются цитокинины и открывают устица. Вот они вдвоем борются за устичную щель. Кто-то пытается ее открыть, а кто-то наоборот пытается ее закрыть. Под действием абсцизовой кислоты должна произойти адаптация к засухе и переход в состояние покоя. Ну засуха бывает очень разного рода. С одной стороны может просто давно не было дождя. С другой стороны может быть температура понизилась. А раз температура понизилась, значит корень будет хуже впитывать воду. И растение окажется тоже в состоянии засухи. Поэтому, чтобы подготовиться к засухе, растение сначала выделяет абсцизовую кислоту. И она вызывает состояние покоя. Покой у растения бывает разный. Он бывает не глубокий, а бывает очень такой вот наоборот глубокий. Неглубокий покой называется вынужденным. То есть если мы не поливаем растение, оно остановит свой рост. Даст немножечко такой бронзовой окраски, красноватые листья станут. Может быть она попытается сбросить какие-то лишние листья. Но как только вы польете растение, уровень абсцизовой кислоты был небольшой. Он сразу же упадет и растение начнет расти снова. Вот этот покой вынужденный. И он вызывается или внезапным похолоданием, такой вот засухой внезапной. И легко заканчивается. Но если фактор действует долго, или фактор действует из года в год. Как, например, вот растение знает, что наступит зима, она обязательно наступит. Вот сейчас плюс 14, но через сколько-то месяцев обязательно будет зима. Надо все равно подготовиться к состоянию покоя. И здесь покой уже идет по внутренним часам растения. Растение смотрит, что дни сокращаются, понимает, что дело уже плохо. Дело пахнет керосином, вот засыпет снегом. И надо переходить в состояние покоя. Обмануть растение трудно, и пока оно не выспится в этом состоянии, оно не начнет расти. Вот это вот состояние называется физиологическим покоем. Из него нельзя вывести улучшением внешних условий. То есть поливом, или там хорошей температурой, и так далее. Ну, у разных растений образуются разные покоящиеся органы. Вот перед вами некоторое разнообразие. Это клубники аргина, тут перед вами картофеля, корневища купены, или вот такой вот клубенька хохлатки. Вот это все органы, которые перешли в состояние покоя. Покоятся они, как правило, до весны. А весна должна вызвать дальнейший рост растений. Но иногда, если осень затяжная, теплая, растение может обмануться. Ему кажется, что время уже прошло, и пора бы просыпаться. Вот обратите внимание, это конский каштан. Но он не обычный конский каштан. Он закончил состояние физиологического покоя преждевременно, обманулся хорошей погодой в ноябре. Вот здесь вы видите открывшиеся цветочные почки с цветками. Вот здесь вы видите спелые плоды каштана. То есть у этого растения состояние покоя неглубокое. На самом деле, самое неглубокое состояние покоя у сибирских растений. Они знают, что надо заснуть, ну хотя бы до начала зимы. А там температура повысится, и значит уже весна. Самое глубокое состояние покоя, наоборот, у растений, которые растут в Европе. У них часто бывают оттепели, какие-то вот теплые дни в середине зимы. Если растение обманется и закончит физиологический покой, то оно рискует попасть под мороз. И оказывается удивительная вещь. Если мы возьмем растение из Сибири и пересадим, например, куда-нибудь в Москву, а в Москве случится теплая очень зима, например, у нас бывают такие зимы последние годы, что иногда и в январе бывает тепло, то у сибирских растений закончится состояние покоя. И были случаи, когда у нас в ботаническом пускались почки сибирских растений, и, конечно, эти почки повреждались дальше морозами в феврале. Удивительная вещь. У себя на родине растение может выдержать минус 50 и ниже, а в Москве оно не может выдержать вот этой оттепели. Все из-за состояния покоя. И вот этот ритм покоя приспособлен к тому месту, в котором родилось и выросло растение, к которому оно, как говорят биологи, эволюционно адаптировалось. В физиологический покой впадают и семена, потому что семени, когда оно созрело, важно понять, прошла зима или не прошла зима. Если зима еще не прошла, то, наверное, еще надо поспать немножко и дождаться хороших теплых дней. Большинство культурных растений, как, например, кукуруза, они уже отвыкли от состояния физиологического покоя длительного. Поэтому у них практически сразу же наступает прорастание. Если, например, замокло зерно или вот какая-то влажная погода состоит, оно может сразу же начать прорастать. Это происходит потому, что в течение уже нескольких тысяч лет человек собирает и хранит в сухих условиях. И растение уже полностью полагается на человека. Что когда хозяин посеял, тогда и надо прорастать. А вот гиким растениям, например, пионам, которые здесь представлены, уже такой вариант поведения не годится, потому что их никто не будет специально хранить до весны и сажать в самое лучшее время. Они опадают где-то в начале осени, растрескиваются вот эти вот листовки, и дальше они должны как-то почувствовать, что прошла зима. Чувствуют они это по понижению температуры. Вот если температура около нуля, где-то минус один, там плюс четыре, то вот это как раз такие условия, ледяная вода, которые говорят растению, что, наверное, идет зима. Некоторым нужно месяц-полтора в этих условиях, а некоторые нуждаются до двух-трех месяцев пребывания в такой ледяной жиже. И только после этого они прорастают. С талой водой часто вымываются вещества-ингибиторы, в первую очередь абсцезовая кислота. То есть чем больше вот этой талой воды прошло через семена, тем меньше останется абсцезовой кислоты, и быстрее семена прорастут. Ну, пион удивителен еще тем, что у него стратификация должна случиться дважды. На первый год семечка дает корень и укореняется за счет запасов в семени. Потом она должна дождаться второй зимы, и после второй зимы просыпается почечка и выставляет самый первый лист пиона. Так что некоторые семена могут прорастать не на первый, а аж на второй год после посева. Ну, это характерно, например, для дикого лука черемши, для пионов, для некоторых других растений. Хотя большинство прорастает все-таки на следующий год весной. Ну, состояние засухи для разных растений совершенно разное. Растение, которое полностью погружено в воду, воспринимает как засуху такое состояние, когда его лист оказался на поверхности воды. Уже все засуха, потому что там сухой воздух, а то оно привыкло полностью омываться водой. Ну, вот перед вами некоторые примеры растений. Это стрелолист, это водяная лилия или немфея. Мало кто видел подводные листья. Вот они выглядят вот так. Они совершенно неустойчивы к высыханию. Так, другой совершенно формы. И приспособлены к жизни именно под водой. Растение можно обмануть. Можно накапать в воду немножко абсцезовой кислоты. И оно подумает, что уже засуха. Уже лист, наверное, выбрался близко к поверхности. Надо защищаться, делать толстенькие листья с хорошим носковым слоем. Такие прочные, надводные. Вот подводные и надводные листья тоже регулируются этим же самым гормоном. Абсцезовой кислотой. Ну, мы с вами много говорили на прошлой лекции о том, что вредители и болезни растений тоже осваивают гормоны. Вот кто выращивал клубнику, наверняка видел такие вот поврежденные ягоды. Эта болезнь называется серая гнифь. Видите, там такие споры гриба. Они действительно серые, разлетаются по всей плантации и дальше начинают заражать плоды. Серая гниль, у нее стратегия паразита теплого трупа. То есть ей надо убить растение и свежими вот этими свежеубитыми тканями сразу же питаться. Ну, как убить растение? Можно обработать его своим же собственным гормоном, например, абсцезовой кислотой. Этот гриб выделяет в изобилии эту абсцезовую кислоту. Плод немножечко так подведает. Это грибу и нужно. И он внедряет туда свой гриб, гифы и быстренько завоевывает себе новые кусочки пищи. Серый гниль в отдельные годы очень быстро распространяется по плантациям и может нанести существенный вред урожая. Ну, вот так вот выглядит, видите, только-только поселился гриб. Здесь вокруг зона омертвения, такие вот сморщенная поверхность, как бы подсушенная. Это гриб выплевывает туда абсцезовую кислоту, чтобы эти ткани погибли, перестали как-то жить, перешли в состояние покоя. И тут же набрасывается и дальше запускает грибы и съедает вот этот плод сочный. Кроме стрессов, связанных с водой, за которые, собственно-то и отвечает абсцезовая кислота, растениям часто приходится встречаться с механическим стрессом. Ранней-ранней весной вот эти все покоящиеся органы, клубни, луковицы и так далее, должны как-то вынести на поверхность земли свои зеленые органы или какие-то цветочки. Вот обратите внимание, как они это делают. Если лезть прямо цветочками, то можно все обломать об почву. Поэтому у них есть специальное приспособление, оно называется опекальная петелька. То есть здесь внутри спрятаны нежные ткани, а пробивается оно вот как бы более прочной вот такой вот частью. И когда механический стресс закончился, опекальная петелька разгибается и растение оказывается над поверхностью почвы. Ну и здесь мы видим, как оно вытаскивает листья, то же самое с помощью опекальной петельки оно вытаскивает соцветия, ну и может какие-то другие части семидольки вытаскивать с помощью опекальной петельки и так далее. Оказывается, что по мере механического стресса у растений вырабатывается особое вещество этилен. И как раз из-за уровня этилена, чем больше этилена, тем больше растению кажется, что на него что-то давит, что-то там его сжимает и так далее. И оно начинает сильнее бороться с механическим стрессом. Ну у некоторых растений есть специальные приспособления для пробивания через почву. Это так называемые пробивные листья или их ученые называют катофилы. Они не несут листовых пластинок, их функция пробить все через почву. И как только пробился, этот лист куда-нибудь отгибается или разворачивается, а внутри оказываются более нежные части. Вот здесь одна из хохлаток, вы видите, вот это пробивной лист. Он пробился, вот здесь вот по брюшку открылся и выпустил наружу нежные зеленые листочки, какие-то цветочки и так далее. Ну или вот крокусы, например, у них несколько пробивных листьев, которые по очереди так один сначала чуть-чуть пробьется, развернется, даст другому пробиться, развернется. И такая вот как бы, как телескопическая антенна получается, один в другом растет. И они, значит, постепенно кто-то вот на сколько-то продвигает растение. И когда уже достигает поверхности, последние листья открываются, и мы видим зеленые листья и цветки. Ну, конечно, зелеными листьями или цветками пробиваться не мысленно, а все это будет поломано об почву. А некоторые растения пробиваются самыми кончиками листьев. Вот многие лилейные, там тюльпаны, лилии, они делают упрочненный кончик листа, как такое заострение, и им пробиваются. И потом уже, когда пробились, лист просто целиком разворачивается и оказывается на поверхности. Так что растения достаточно изобретательны в том, как бороться с механическим стрессом. Впервые роли тилена в жизни растений удалось показать нашему соотечественнику Дмитрию Николаевичу Нелюбову. И он свои эксперименты провел в 1901 году, в 1901 год. То есть, ну, сто с небольшим лет его открытия. Когда он выращивал горох в лаборатории, он обратил внимание, что почему-то этот горох растет плохо. Какой-то он кривой, толстенький какие-то, загнутый все эти проростки, получается. А если его перенести куда-нибудь в оранжевею или там в тепли, то он растет намного лучше и больше похож на нормальное растение. Это, собственно, то, что он наблюдал, но перед этим наблюдали еще и другие явления. Нужно вам сказать, что жизнь в 19 веке была устроена совершенно не так, как сегодня. Ну, электричество было только в Кремле, а на Арбатской стрелке стояла электростанция. Электричество далеко подавать не умели, поэтому надо было быть поближе к потребителю. Но как-то освещать город хотелось. И город освещали так называемым светильным газом. Но светильный газ это не природный газ, к которому мы привыкли. Вот вы видите, такой голубой язычок, ну что он может осветить? Ну, собственно, ничего, очень мало света. А светильный газ добывали из каменного угля. Его нагревали очень сильно, чтобы получить кокс, оттуда вылетал газ. И вот этот отход производства, газ, спускали в трубы и поджигали. Он, конечно, горел очень ярко. Может быть, кто-нибудь читал такой роман Жюль Верна «Вокруг света» за 80 дней. Заканчивается он очень оригинально, что в конце концов владелец приезжает домой, видит непогашенный газовый рожок, и за ним торчит куча щитов за газ. Вот туча щитов за газ, наверное, была и у Петербургского университета. И освещали, конечно, не электричеством, а газовыми рожками. А вот здесь перед вами снимок тоже 19-го столетия из Германии. Здесь вот даже специально по снимку прорисовано карандашиком направление газовой магистрали. Оказывается, она сломала, и этот газ стал улетать наружу. И здесь деревья даже помечены. Вот 3А и 2А – это самые близкие к поломке газовой магистрали. Вот 4 уже получше, 5 еще лучше, а 6 – это и вообще нормальные деревья. Что происходит? Оказывается, под действием светильного газа в деревьях попадают листья. И это было известно, конечно, в 19-м веке. Много сообщали репортеры об этом. И, конечно, Нелюбов подумал, проростки так плохо растут, наверное, утекает светильный газ. И вот в этом светильном газе все и дело. Потому что, ну что другое отличает воздух в лаборатории от того, что в теплице. Он взял воздух в лаборатории и стал прогонять над разными агентами. И вот когда он прогнал через трубку с раскаленным оксидом меди, воздух исправился, и проростки стали расти нормально. Тут Нелюбов понял, что это должен быть какой-то такой ненасыщенный углеводород. Скорее всего, стал добавлять отдельный углеводород, и оказалось, что это этилен. Самый простой углеводород с двойными связями. Это самый простой гормон растений. Вот он перед вами здесь есть. Два атома углерода связаны двойной связью, и четыре атома водорода вокруг. И это газообразное вещество. Ну что открыл Нелюбов? Он открыл так называемый тройной ответ на этилен. Горох оказался очень чувствительным к содержанию этилена в воздухе, и ни на что другое не реагировал. Оказалось, что можно добавить 10 нл на литр воздуха, вот оно, начало нанотехнологий, да, и горох почувствует, что пахнет этилен. На то время это была прорывная технология газоанализа. Вот что растения очень тонко чувствуют вот эту газовую смесь. Ну и, конечно, все ученые схватились за живые объекты и стали разрабатывать свои методики по определению тех или иных веществ. Ну, как я уже вам говорил, этилен – это гормон механического стресса. Ну, давайте подумаем, что должен делать проросток, когда он сталкивается с каким-то механическим напряжением. Значит, ну вот он во что-то уперся. Значит, первое, что надо сделать, это, наверное, как-то вот загнуть верхушечку, чтобы она не повредилась. Вот первый ответ – это загиб опекальной петельки. Ну, допустим, вот оно растет дальше, а эта штука не поддается. Если расти с прежней скоростью, то можно обломаться, да? Поэтому растение приостанавливает рост в длину, становится потолще, так пыжится, и думает, дай-ка я его вытолкну через, ну, может быть, сдвинется куда-нибудь. Второй ответ – это замедление роста в длину и утолщение. Ну, представьте себе, что там попался кусок асфальта или каменюка какая-то, и оно не может, вот оно бьется, пыжится, не получается. Ну, что дальше делать? Ну, не получается, ладно, давайте обогнем. И растение начинает расти горизонтально до тех пор, пока механическое напряжение не упадет. И таким образом оно в почве как бы прощупывает, куда же рыхлее расти. И в конце концов выбирает самый такой вот оптимальный для себя путь, и мы даже не понимаем, почему оно такое кривое в почве. А оно все это прощупало и поняло вот механические напряжения, и поняло, что вот именно вот так будет самым оптимальным образом. Вот этот вот тройной ответ – загиб опекальной петельки, торможение роста в длину и горизонтальный рост на очень высоких концентрациях этилена. Ну, здесь вот перед вами горох, бобы, показаны разные, которые это делают. На самом деле этилен синтезируется в течение всей жизни растения, просто он на каждом этапе действует по-своему. И одна из важных особенностей этилена – это то, что он синтезируется только в присутствии кислорода. Если кислорода нет, то этилен синтезироваться не может, зато синтезируется его предшественник. Вот это растение, казалось бы, страдает от засухи, да? Те ведь поникли листья, как-то так вот ему нехорошо и так далее. Ничего подобного. Его корень затопило водой. Корню не хватает кислорода. И предшественник этилена движется в надземную часть, попадает в листья, и там-то, наконец, синтезируется этилен. Ну, растение думает, что на листья какая-то механическая нагрузка. Ну, что сделать? Ну, надо листья как-то опустить, чтобы так вот не давило. Оно не может почувствовать, что нагрузки нет. Оно понимает, что что-то не то с этиленом, ну, вот-вот, ну, хотя бы так исправить положение. Поэтому, если растение вот так вот завяло, первое, что надо сделать, это потрогать почву, чтобы понять, что происходит. Или вы его залили, и корень захлебнулся, и не может синтезировать этилен, и все оказывается на земле чести. Или, наоборот, это засуха. И действует абсцизовая кислота, и надо срочно болевать. Ну, в другом случае, надо там прочистить дырочку, чтобы вода вылилась, и порень начал спокойно расти. А растение лучше подсушить. Вот таким образом, увядание растения, оно далеко не всегда говорит о том, что это однозначно засуха. Иногда это, наоборот, переливание и заливание корневой системы. А контролирует это вот как раз гормон под названием экилян. Ну, во всех школьных учебниках написано, что корневые волоски нужны корню для того, чтобы поглощать питательные вещества и воду. Ну, это, конечно, правда. Учебник не врет, но учебник не договаривает. Кроме этого, еще корневые волоски нужны для того, чтобы корень держался за почву. Потому что корню надо расти все время вниз, и если там препятствие, оно развивает давление, то образуется сила, которая направляет проросток наружу. И его может просто выпирать из почвы. Под действием этилена корневые волоски становятся более густыми и более длинными. И если почва более плотная, растение вцепляется корневыми волосками, увеличивается трение и старается продавить. Не всегда это получается. И если надо продавить с большей силой, оно вот чувствует, не продавливается. Ну, что делать? Тогда оно начинает продавливать вот так, проковыривать почву. Этого не видно, конечно. И это можно увидеть только в очень замедленной съемке, как корень осуществляет вращательные движения. Ну, вот на одном из растений показано, что оно 6 часов в одну сторону давит, и 6 часов двигается в другую. И вот оно вот такими вот движениями и продолжая рост в определенном направлении, пробуравливает почву. Одновременно могут развиться боковые корни, которые тоже позволяют укрепиться в грунте и не дать вот этой выпирающей силе вытащить растение наружу. И оно будет продолжать продавливаться туда вот корнем в глубинные слои грунта. Вот эта система, которая контролируется этиленом, позволяет растению пробиваться через очень плотные вещи и находить мельчайшие трещинки в асфальте. И мы удивляемся, как же оно проросло сквозь асфальт. Вот оно искало, нашло слабое место, и старается туда продавиться вниз теперь уже. Когда на растение нападают вредители, растение тоже испытывает механический стресс. Ну, вредители могут быть разные, могут быть листогрызущие вредители, могут быть какие-то полюще-сосущие вредители, много разных вредителей. В любом случае растение чувствует, что что-то, вот какая-то тут неприятность. Ну, первое, что делает лист, это он на всякий случай при выделении этилена опускается, чтобы было неприятно сидеть, и чтобы, ну, может быть, он там слезет как-нибудь. Не всегда это получается. Если лист уж очень сильно колоть и механически стрессировать, растение просто отваливает этот лист. Ну, может, там вот он на полу окажется, а обратно этот вредитель не залезет, может, кто-нибудь весело съест по дороге там и так далее. Поэтому вот реакция на этилен в середине сезона, это отбросить лист, ну, мало ли, вдруг его кто-то вот такой очень вредный стрессирует, и надо бы поскорее вот что-нибудь такое сделать. Ну, понятное дело, что механическая нагрузка возникает при нападении травоярных животных, когда, значит, они начинают кромсать челюстями, это тоже вызывает выделение этилена, и растение пытается так или иначе спастись. Ну, конечно, при таком кратковременном интенсивном воздействии глупо отваливать все листья сразу. И надо делать что-нибудь другое. Самый известный пример – это одомашнивание антилопы куду в Южной Африке. Антилопа куду – это совершенно шикарная зверюга, она пьет мало, питается местными видами акаций, и, в общем, гораздо экономичнее любой коровы. То есть корове надо воду подавать, какую-то вот эту траву специальную выращивать и так далее. А тут вот собрал этих куду в загончик, и, пожалуйста, она очень такая вот скотинка приятная для Южной Африки. Ну, так и сделали. Взяли вот этих вот молодых, как они уж, телят, не телят, не знаю, как они называются, собрали их в загончик с акациями, и оказалось, что они что-то там мрут внутри. Как-то не очень одомашниваются, а явно какие-то признаки отравления. Оказалось, что виноват во всем этилен. Растение выделяет этилен, и листья в ответ на этилен начинают синтезировать очень ядовитые вещества, танины, которые нарушают пищеварение у антилопы. И могут даже в крайних случаях вызывать даже какие-то склеивающие процессы, очень дубящие сильно желудок. В крови может это развиваться, и, в общем, антилопе придется плохо. У антилопы есть примерно 10-15 минут на то, чтобы пожевать эти листья, потому что через 10-15 минут они станут ядовитыми. Представляете, какая скорость ответа, да? Ну, это потому, что это Южная Африка, воды никто не дает. В изобилии каждый листочек – это огромное количество добытой воды. И пожертвовать им просто так растения не можно. Ну, что делает этилопа в природе? Отбегает еще куда-нибудь там метров на 50, где растения еще не знают, что их жуют, и начинает жевать там. Эти, значит, злобствуют там, наверное, дня полтора, выделяют эти ядовитые вещества. Антилопа уже побежала к другим и начинает вот так пощипывать, пощипывать, и вот так вот все время перемещается по вот этой саванновой сообществе. Более того, когда стали анализировать, а что же происходит за пределами Забуна, оказалось вот что, что акация, которую объели, выделила этилен, это газообразное вещество, он разлетается к соседям, и соседи думают, кого-то едят, надо на всякий случай стать ядовитыми. Ну, значит, на всякий случай рядом с загоном тоже вот оказываются вот такие ядовитые листья. Туда, где долетел этилен. Этилен оказывается универсальным сигналом для всех растений. Вот примерно так, как крик сороки для всех птиц нашего леса. Что что-то такое опасное происходит, и каждое растение готовится по-своему отразить атаку, если она состоится. Кто-то становится ядовитым, кто-то пытается сделать более прочные ткани, кто-то тормозит рост, как-то сжимается, кто-то листья опускает. В общем, кто что может сделать, тот то и делает, да? Но вот не всем, к сожалению, удается стать ядовитыми, а может быть, к счастью, иначе любое повреждение растения вызывало бы вот повальную гибель тех, кто им пытается. При нападении грибов тоже случается механический стресс. Заключается он в том, что когда гриб проникает в растение, его гифа пролазит внутрь и раздвигает клетки, присасывается к ним присосками, старается их съесть, и, конечно же, возникает вот такой вот механический, но, правда, внутренний такой вот стресс. И, конечно, при нападении грибов тоже выделяется килен. Но одна из кардинальных реакций – это тоже отвалить больной лист совсем, чтобы гриб не смог проникнуть в остальные части растения. Поэтому, если растение отваливает листья ни с того ни с сего, надо внимательно к нему приглядеться. Вдруг его кто-то ест или кто-то напал, какая-то болячка на него. Этилен так или иначе участвует в заживлении ран. Вот перед вами такое растение – гирея бразильская, из которого добывают натуральный каучук. Ну, натуральный каучук добывают как? Делают надрез на стебле, выделяется млечный сок, и дальше подставляют ведерочка, чтобы этот млечный сок туда капал. Есть одна неприятность, что этот млечный сок рано или поздно застывает и залечивает ранку. А хочется, чтобы, ну, как бы надрезал, и она часами там капала. Оказывается, можно обработать этиленом, и тогда вот это вот падение капель не замедляется, сок не загустевает и продолжает все время капать, капать и капать. Но этилен это газом обрабатывать сложно, поэтому сейчас разработаны специальные вещества, которые в растении сами преобразуются в этилен, и их используют в промышленности для того, чтобы, ну, как бы подстегнуть выработку этилена. Вот плантацию гивея обрабатывают одним из таких веществ, которые называются этрелом. И тогда вот капельки могут капать, капать и капать, можно будет их собирать, и меньше будет труда на плантации по надрезанию этих веточек. Этилен регулирует созревание сочных плодов. Именно сочных, потому что про сухие, вы помните, я говорил, абсцизовая кислота, там была открыта при созревании коробочек хлопчатника и так далее. Сухие плоды это абсцизовая кислота, а вот сочные плоды это этилен. Ну, спрашивается, а почему такая регуляция? Сочные плоды распространяются разными плодоядными, которые едят плоды. Соответственно, кто-то рано или поздно вцепится в этот плод зубами, и он подвергнется механическому стрессу. Так лучше уж заранее. Поэтому растение решает, что перед созреванием надо повысить уровень этилена, и пусть плод приготовится к вот этой механической нагрузке, что его сейчас будут жевать, клевать, там что-то другое делать, для того, чтобы разнести семена. При этом происходит активация специальных ферментов, которые делают клеточную стенку мягче. Незрелый плод такой жесткий, а когда он созревает, он становится рассыпчатым и мягким. Эта клеточная стенка изменилась, какие-то компоненты растворились, клеточная стенка стала помягче. Ну, что еще надо сделать? Нужно сделать плод приятным для потребителя. Пока он зеленый, его есть нельзя. Об этом растение должно четко сообщить. Ну, как оно сообщает? Накапливать какие-то терпкие, горькие вещества, кислое, что-нибудь невкусное, чтобы вот попробовал, было понятно, что еще рано его есть. И чтобы животное плюнуло и дождалось, когда он созреет. Но когда он созревает, надо убрать все эти кислоты, терпкие вещества, запустить распад крахмала и насинтезировать чего-нибудь приятного для потребителя. Сахара или масла какого-нибудь, витаминов, душистых веществ и так далее. Так, чтобы плод стал привлекательным. Соответственно, накапливаются растворимые сахара, они делаются из органических кислот, которые до этого были. Дальше плод надо демаскировать. Раньше он был, сливался по фону с зеленью, был зеленый. А теперь надо его выделить из зелени и показать потребителю, что вот он, какой красивый у меня плод, давайте ешьте скорее. Значит, тарафил надо убрать и синтезировать, наоборот, окрашенные соединения. Ну, окрашенных соединений выбор не очень велик. Это могут быть или каротиноиды, или это могут быть антоцианы. Ну, вот если какая-то такая вишнево-малиновая окраска, это скорее антоцианы. А если какая-нибудь желто-оранжевая, то это скорее всего каротиноиды. В плодах. Дальше, если плод умеет опадать, можно подействовать на зону опадения тиленом, и плод отвалится, окажется на земле. Плоды делятся на две большие категории. Одни из них называются климактерическими. Климактерическими. У плодов есть так называемый климактерий. В чем он заключается? Вот если посмотреть на уровень тилена, обратите внимание, вот этот вот плод, он постепенно, постепенно растет, увеличивается в размере. Но есть какой-то такой момент, когда уровень тилена может возрасти в сто или даже в тысячу раз. Сразу же резко усиливается дыхание плода, появляется характерный запах. Вот все процессы происходят почти мгновенно. Более того, плод начинает сам выделять тилен, и окружающие плоды принюхиваются. Ага, запахло тиленом. Значит, сосед уже созрел. Если мы сейчас не созреем, то мы останемся без распространителя. Давайте мы тоже сразу созреем. И происходит как бы цепная реакция. Стоит одному плоду созреть, как все, которые находятся рядом, попали в облако тилена, начинают тоже резко созревать, резко выплевывать тилен, и это все охватывает целое растение. Поэтому иногда у растения плоды созревают, ну, мгновенно. Вот вчера еще были зеленые, а на завтра они уже все созрели. Ну, классический пример это бананы, томаты, яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики, там, инжир, дыни, или манго, и так далее. Человечество борется с климактерием. Почему? Обратите внимание на срок хранения. Вот если мы его сорвем до климактерия, вот где-то здесь, то срок хранения может быть много-много дней. А если начался подъем этилена, срок хранения резко падает. А надо продавать в супермаркете, чтобы пожамкали этот плод, механически подагружали, и он не выделывал тилен, его можно было положить и взять другой, и чтобы он неделями лежал. Поэтому основное направление селекции современной, это сделать из климактерических плодов, не климактерических. Ну, за все надо платить. Если плод не климактерический, то он, а, не будет размягчаться. Такой дубовый, тверденький, ну все видели, да, какой он бывает. Второе, он не будет ароматным. Это плата за то, что у него нет климактерии, и нет вот этого всплеска душистых веществ, которые будут выделяться. Но зато будет очень высокий срок хранения. Поэтому здесь имеется, ну, как бы два пути. Один из путей сделать мутанты, которые вообще не синтезируют этилен. Ну, и вот одна дама мне рассказывала, что у нее случайно в горшке выросли томаты, видимо, томаты на ветке. И она вырастила целое дерево томатов и собрала там пол ведра урожайной, очень урожайной. Она положила их, как положено там дозревать, и они не созревают, и все. У них нет собственного этилена. Это позволяет транспортировать их на любые расстояния, привозить в супермаркет, обрабатывать в атмосфере этилена, и они будут быстро дозревать перед продажей. Вот такая современная технология. Позволяет транспортировать плоды на очень далекие расстояния. И, конечно же, она очень приятна для торговцев. Но, наверное, не очень приятна для потребителей. Самые вкусные и самые душистые плоды можно опробовать только в местах выращивания. Они абсолютно нетранспортабельны, их надо есть сразу и наслаждаться тут же. А все остальное, оно будет вот такое. Вот сегодня созданы томаты без клемактерии, яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики. Вот все, что видите в супермаркетах, это без клемактерии уже. Это человечество выводило последние лет 50. Наконец-то это удалось, и вот мы имеем результат. Но есть плоды, которые никогда и не были клемактерическими. У них нет резкого подъема дыхания, телен потихонечку синтезируется, нет резкого изменения запаха, резкого размягчения и так далее. Ну что это такое? Виноград, лимон, апельсин, гриб, фрукт, малина, земляника, современная сорта, да, слива, современная сорта там и так далее. Эти плоды могут созревать разновременно на растении. То есть на одном растении вы можете увидеть и спелый лимон, и еще зелененький лимон, и совсем маленький лимон. Они будут созревать недружно, растянуто, но они все равно чувствительны к этилену. Если вы добавите этилен, то все эти плоды созреют раньше. Но у них нет вот этого 100 тысячекратного подъема этилена сразу. Ну и действительно, цитрусами Древний Китай торговал настолько эффективно, что цитроны были известны в Римской империи. То есть их можно было везти караванным путем, и даже из этих цитронов выковыривали косточки или из померанцев сажали, и в общем они были известны в Средиземноморье. Вот таким путем они попадали достаточно далеко. Ни для кого не секрет, что раньше всего с дерева попадают червивые яблоки. Если их отважиться попробовать, то они и созревают раньше, и они на вид более красные, ну или поклеванные какой-нибудь птицей. Если плод поклеван какой-нибудь птицей, то тоже он созревает раньше. Ну в чем же здесь дело? А здесь совместное действие вредителя плюс механизма созревания плодов. Ну что делает вредитель, как эта яблонная плодожорка? Вгрызается в ткань плода. Плоду это неприятно, он начинает выделять этилен. А остальные ткани плода думают, что пора уже созревать. И начинается созревание. Ну и как бы плодожорки на какое-то время становятся лучше. Она вместо этого кислого плода уже ест сладкий плод, что приятно. Но дальше наступают неприятности для плодожорки. Этилен действует на ножку, на зону опадения, и вся эта плодожорка опадает вместе с вредителем. И если ей, конечно, повезет, и она уже на достаточно поздней стадии там находится, то она, конечно, окуплится, и из нее вылетит бабочка. Но если не повезет, то она может прямо засохнуть внутри этого яблока, и, в общем-то, количество вредителей уменьшится. Поэтому поврежденные плоды созревают раньше. И они, оказывается, как бы, опережают события, как бы, из-за этого. Ну, наверное, все видели вот такие вот бананы, да? Пока они лежат такие зелененькие, они без вот этих вот коричневых пятнышек, такие ровненькие, равномерной окраски. Дальше банан становится желтым. Дальше у него наступает климактерия, он мгновенно размягчается. И оказывается, что под действием этилена просыпаются грибы, которые приехали из тропиков. Их споры лежали на поверхности банана и ждали, пока банан созреет. Ну, как догадаться, созрел банан или нет? Вот они принюхиваются, и как только полетел этилен, понятно, банан можно есть. И скоро просыпаются, начинают запускать гифы в кожуру. И вот мы видим это в виде таких коричневых пятнышек. То есть грибы тоже не дремлют и ждут, когда же наступит климактерия и начнет выделение этилена. А, извините, если купить зеленый плод, несозревший банан, а потом его обмыть, то можно себе удалить, чтобы потом его не убить? Ну, это очень сложно. Есть специальные техники, это надо вымачивать специальных агенток, которые убивают грибы. Я думаю, что это не надо делать. Более того, если мы эту шкурку просто снимем, то все эти гифы грибов окажутся в шкурке, а в съедобную часть они не проникают. Это вот такие грибы, которые живут только на поверхности и, в общем-то, особого вреда здоровью человека они не наносит. Просто, ну, вот такая вот деталь любопытная, можете еще раз подблюдать эти бананы. И вот эти вот черные пятнышки, они связаны как раз с климактерием. Пока банан не созрел, гриб тоже не отваживается на него нападать. Ну, что зеленый-то есть. Один из самых мощных стрессов для растения это цветение. При цветении пыльца попадает на рыльца, и рыльца должно произвести очень сложную работу. С одной стороны, пыльцевая трубка давит на него. С другой стороны, там могут оказаться какие-то грибы и тоже пытаться пробраться в растение. С третьей стороны, это может быть вообще пыльца из другого растения, из другого вида, надо ее распознать. И вот это вот попадание пыльцы, это очень мощный стресс для растения, и оно должно правильно пропустить тех, кто нужен, и не пропустить тех, кто не нужен. Но если уж опыление состоялось, то происходит следующее. Все, что было привлекательного в цветке, должно перестать привлекать. Потому что, ну, дело уже сделано, опылитель уже сделал свое дело, можно отваливать все, что привлекало. Это лепестки, листочки околоцветника, покрывало соцветника. У кого что было привлекательное, оно должно как-то, что-то с ним должно сделаться, чтобы оно больше никого не привлекало. Тычинки тоже уже больше не нужны, потому что опыление состоялось, пыльца уже находится на рыльце, идет процесс опыления, и вот-вот завяжется плод. А вот зависть реагирует по-другому. Она понимает, что уже произошло опыление, и надо начинать интенсивный рост. Скоро мы будем давать хорошие плоды. Таким образом, если мы возьмем полиэтиленовый пакет, положим туда побольше бананов и каких-нибудь цветов, то тогда мы получим неожиданный эффект. Бананы будут выделять этилен, цветки будут это чувствовать, и будут отваливать тычинки и красивые лепестки. Ну, человечество, конечно, борется с этим явлением. И разрабатывает препараты, которые препятствуют действию этилена. Ну, из старинных препаратов это соли серебра, сейчас есть органические агенты, которые специально вот в виде пачечек продают голландцы и растворяют в ведре с цветами. Если не растворить этот агент, то этилен начинает действовать. Вот слева вы видите гвоздика, которая не обработана ничем, а справа это она обработана ингибитором сетозетилена. Видите, да, какое преимущество дает этилен? Торговцам цветам это вот как бы очень полезно. Вот слева дельфиниум облетел, а справа он все еще стоит. Ну, здесь тоже легко догадаться, где обработана ингибитором сетозетилена, где не обработана. То есть, какой бы мы цветок не обработали этим ингибитором, он станет как бы, ну, так подольше будет жить. Ну, это полдела. Второе полдела, конечно же, человечество старается вывести специальные современные сорта, у которых не будет собственного этилена. Это тоже такой вот хитрый ход. И, например, современная роза должна выдержать без всяких обработок не меньше трех недель. Ее сначала срежут в Эквадоре, упакуют в холодную упаковку, доставят на аукцион в Голландии, продадут с аукциона, загрузят в фуру. Пройдет недели-две, пока она дойдет до прилавка, и когда вы ее приобретете, ну, вам останется, может быть, неделька от этого большого, в общем-то, срока. Ну, за все надо платить. Точно так же, как приходилось платить за вот это вот убирание климактерии, точно так же современные срезочные розы совершенно не пахнут. Она засохнет, но лепестки не отвалят, и ни капли запаха. Это расплата за то, что у нее нет этилена. Она перестала привлекать запах. Так что все в природе взаимосвязано, и приходится расплачиваться чем-то другим. Выиграли в лёжкости цветов, но зато проиграли в их аромате. Ну, самый необычный эффект этилена – это цветение ананасов. Ну, стандартный метод состоит в том, чтобы вырастить ананас, взять полиэтиленовый мешок, положить туда созревающие бананы, все это завязать вместе, этилен начнет выделяться, действовать на ананас, и ананас будет свести в нехарактерное для этого растения время. То есть фактически можно с помощью обработки этиленом круглогодично получать самые разнообразные плоды ананасов. Ну, понятное дело, что до 1901 года никто об этилене не подозревал, но зато царские садовники изобрели оригинальный метод выгонки ананасов. Брали растение, выдергивали его из горшка, подвешивали кверх ногами. Растение подвергалось механическому стрессу, пугалось очень сильно. Так вот оно парочку дней повисит, и его обратно в горшок. У него собственный этилен вызывает зацветание, и можно ананас получить ровно там ко дню рождения императрицы или кого-то там надо. То есть это вот был такой прием царских садовников. Дальше в истории человечество пользовалось разными агентами получения этилена. Ну, например, расставляли бочки с мазутом, там был фитилек, поджигали, и вот этот вот чад от мазута, в нем было немножко этилена, он способствовал зацветанию плантации ананасов. Поливали карбидной водой, тоже такая вот процедура неисприятных. Но в конце концов сейчас разработаны вот эти вещества, которые сами распадаются в растениях с образованием этилена, и в общем-то проблема решена. Ну, возникает вопрос, почему же у всех обработка этилена вызывает отваливание лепестков, там отваливание плодов, листьев, а эти вдруг почему-то не становятся всего цветут. А дело в том, что ананасы принадлежат уникальному семейству, семейству бромелевые. Бромелевые это представители Южной Америки, которые живут исключительно на ветвях деревьев. Более того, для того, чтобы жить, им необходима плотная розетка листьев. Вот один из родов так и называется, канистру. У него листья очень плотно прилегают друг к другу, и вот в эту вот воронку из листьев можно налить ведра два воды примерно. Представили, да? Корни нужны только для того, чтобы держаться за ветки. В основном даже бромелевыми ими не питаются. А важно, чтобы был вот этот вот резервуар. Дальше туда приходят лазящие лягушки, мечут там икру, какие-то комары прилетают выводиться, какие-то там, ну соответственно, там выделяется органика, это же не просто так животное живет, да, какие-то выделения идут, и эти выделения впитываются листьями. И в общем-то вот эта канистра, она залог успешной жизни этого растения. Ну когда наступает засуха, то тогда, конечно, эта канистра высыхает, и оттуда, значит, выметывается цветонос, и все цветет. Но может же случиться ураган, или там, не знаю, кто-то из крупных приматов там обломал ветку, и она повисла. И канистра, все эти два ведра, вылились туда наружу. Более того, ведро оказалось наклонным, уже никто туда не полезет, ни лягушка, ни комар. Что же делать? Надо срочно спасаться. Спасаться можно двумя способами. Первый, это срочно зацвести, дать плоды и семена. А второй, ну ладно, это уже розетка пропащая, не нужна она, пусть отсыхает. Дадим деток, а вот детки будут ориентированы правильно. Вот у бромели вот такая двойная реакция на цветение. С одной стороны, в ответ на этилен они цветут, а с другой они отсушивают плавную розетку и дают много боковых, для того, чтобы спастись. Ну, это вот такая особенность экологии именно бромелевых. Ну, вот такие бромелевые широко поставляют из Голландии, и опять-таки, чтобы сделать массовое цветение, массовую поставку, всех их дружно обрабатывают этиленом, и потом они зацветают, и их как раз доставляют потребители. То есть у бромелевых ничего не изменилось за многими леонелит. А вот аруидные приспособились немножко по-другому реагировать на этилен. У них привлекательно покрывало, вот оно белое такое перед вами. Можно подумать, что вот здесь вот зеленые такие вот покрывала, это какие-то молоденькие, еще не развившиеся, ничего подобного. Это старое покрывало уже опыленных растений, и это покрывало используется теперь для фотосинтеза. Оно уже никого не должно привлекать, уже все опылено, и можно, соответственно, заняться другими какими-то вещами. Ну, вот то же самое антуриум, да. Началось позеленение, и это означает, что красная окраска больше не нужна, надо уже завязывать плоды и подпитывать их продуктами фотосинтеза. И покрывало в конце концов возьмет и позеленеет. Ну, такие ягодообразные, собранные в соплодие початок. Ну, до сих пор мы с вами говорили о гормонах, тех, которые были честные гормоны. А теперь о нечестных гормонах. Ну, и даже, может быть, не гормонах, а веществах, которые позволяют распространять информацию в среде растений. Ну, наверное, каждый знает, что пока огурец не порезали, он особо-то и не пахнет. Стоит начать его резать, раздается такой запах свежего огурца. Если там кто-то идет и видит, что косят траву, то уже где-то секунд через 15 после того, как трава срезана, распространяется запах свежескошенной травы. Очень характерный и ни с чем не перебутаешь. Оказывается, клетки повреждаются, у них начинается распад веществ мембраны клетки, и часть из них улетает наружу. Там не только этилен, но и целый букет самых разнообразных веществ. Вот эти вот вещества, которые образовались из мембраны путем окисления, называются оксилипинами. И запах огурца, и запах скошенной травы, это вот запах оксилипинов. Здесь уже можно устроить специфику. Вот для соседнего огурца этилен это сигнал общей опасности. Но если еще и пахнет огурцом, то это значит наших режут. Это же не просто сигнал, это же такая вещь особенной опасности. Что каждый соседний огурец должен воспринять это как личную обиду, что пахнет резным огурцом. А дать сдачу не могут? А? Дать сдачу не могут. Ну, кто может, кто не может. Вот мы вывели такие огурцы, которые дать сдачу не могут. А остальные огурцы, воровая, это очень горькие вещества, которые у некоторых сортов остаются, и они начинают сильно горчить. Вот перед вами паразитическое растение, оно называется повелика. Хлорофила совершенно нет, поэтому единственный способ выжить, это присосаться к какому-то другому растению. Причем очень важно к какому, потому что повелика чувствительна к хозяину. И определенные виды привязаны к определенным хозяину. Спрашивается, а как она их узнает? А по тем же летучим компонентам, которые выделяются хозяином, и значит она тогда в эту сторону начинает расти и начинает впиваться. Можно очень легко эту повелику обмануть. Можно взять резиновый шланг, намазать летучими выделениями хозяина, и она вопьется в резинку. Потому что она не понимает, что это не растение хозяина, она только вот по этим летучим веществам определяет, куда расти и в кого вцепиться. Почему ее растение здесь есть? На это есть масса причин. У нее есть цветки, например. Очень сложно быть животным с цветками. При любой травме в растении возникает травматиновая кислота. Это такой как бы болевой сигнал, что произошла травма, что-то там произошло у растения. Эта травматиновая кислота распространяется в окружающие клетки, и они начинают или гибнуть, или начинают запаковывать эту ранку и делают какие-то заживляющие процессы. Вот эта травматиновая кислота тоже одна из таких нечестных веществ, оксилепинов, которые регулируют, конечно, жизнь, но к традиционным гормонам не относятся. В эфирном масле жасмина содержится производная жасмоновая кислота. Сначала они были в 60-х годах именно там обнаружены, а потом оказалось, что каждое растение способно образовывать немножко этой самой жасмоновой кислоты. И эта жасмоновая кислота тоже говорит растению, что на него напали. Обычно она синтезируется при разнообразных инфекциях, ну, иногда при нападении каких-то вот вредителей, которые жуют листья. Одно из неожиданных действий летучей жасмоновой кислоты, это то, что растение начинает выделять капельки сахара. Причем нектарники расположены вовсе не на цветках, а они могут располагаться где-то на листьях. Ну, например, растение капусты или растение розы может выделять вот эти вот микроскопические, вот приглядитесь, капельки с сиропом. Спрашивается зачем? Таким способом растение пытается привлечь муравьев, которые придут на этот слабкий сироп, наверное, обнаружат каких-то гусениц или там других насекомых, которые вредят растению, и, наверное, их съедят. Поэтому надо как-то их приманить. И в ответ на летучую жасмоновую кислоту растение начинает приманивать муравьев, чтобы, ну, вдруг придут и съедят вот этих вот нежданных, неожиданных гостей. То есть муравьи не могут съесть растения? Муравьи не могут съесть растения, то есть не все виды муравьев к этому способны. Но самая такая вот тонкая вещь, которая сделана в природе, это привлечение специфических наездников, ну, или паразитических осых иногда называют. Вот так они выглядят, да? Маленькая совершенно насекоминка, это вот яйцеклад, и дальше, втыкаясь в гусеницу, эта насекоминка откладывает много яиц. Вот уже погибшие гусеницы, которые поражены вот этой вот паразитической осой или наездником. Но у наездника есть сложная задача. А как найти вот эту вот свою уникальную гусеницу, жирную, вкусную, пригодную именно для воспроизводства своего вида? Оказывается, надо принюхиваться к выделениям растений. И когда эта гусеница ест специфическое свое растение, чавкое, наружу вылетают оксилипины, облаком, причем это облако специфично для данного вида, и паразитическая оса летит и принюхивается. Ага, едят вот это вот растение. Скорее всего, там есть мой потенциальный хозяин. И летит как раз на запах для того, чтобы поразить вот эти гусеницы. Таким образом, растение не специально, но привлекает тоже и вот этих вот паразитических ос или наездников, правильно сказать. Не связанная со стригалактонами еще одна история, это о растениях-паразитах. В тропиках обитает такое растение, которое называется стрига. Оно поражает сахарный тростник и кукурузу. И наносит огромный ущерб, сейчас распространилось по всем тропикам. В почве семена лежат по 25 лет, поэтому ее вот так вот просто уничтожить не удается. И, конечно же, стали разбираться с проблемами, как же эта стрига живет. Семена стриги, они в сотни раз мельче, чем семена обычных сорняков. Это под микроскопом семена обычных сорняков, а вот это семечко стриги. Представили, да, сколько они мелкие? Мельче песчинки. Но раз они маленькие, то у них крайне маленький запас питательных веществ. И израсходовать их надо с умом. Как? Вот если рядом, очень близко прорастает хозяин, надо почувствовать, что хозяин прорастает там в полумиллиметре от тебя, и сделать рывок. Все силы семечка на то, чтобы впиться в корень хозяина. Ну и дальше уже развивается присоска, она начинает высасывать из хозяина. И вот развивается такая вот симпатичная растенька с цветочками, желтенькими, красненькими там и так далее. Но ошибиться нельзя. Спрашивается, а как же оно узнает, что рядом растет корень хозяина? Ну, когда стали анализировать, что же из выделений корня наиболее привлекательно, то выделили такие вещества, которые называются стриголактонами. Ну, лактон это химическое название, а стрига в честь вот этого вот растения. Ну, и оказалось, что действительно, если полить просто раствором стриголактона почву, то заметная часть семян прорастет без хозяина. Ну, она проросла, ни в кого не впилась, и, соответственно, пораженность почвы падает. Но оказалось, что тоже не все так просто. Точно так же, как мы более или менее разбираем это синтетической эссенцией, идентичной натуральной, или все-таки это натуральный продукт. Вот наши органы чувств между этим могут сделать разницу. Так и некоторые семечки стриги делают разницу. Это синтетический натурэдентиш какой-то продукт, стриголактон, который человек набрызгал, или это все-таки натуральный корень. И часть популяции стриги остается. Все равно эти стриголактоны проблему не решили. Но, тем не менее, довольно забавные вещества, которые, оказалось, играют очень важную роль совершенно в другом процессе. Стриголактоны корень выделяет не просто так, чтобы привлечь эту стригу, он выделяет их от голода. Если корню голодно, ему не хватает, например, фосфора, то он начинает как бы на всю почву выделять вот этот стриголактон, в надежде привлечь союзников, а вовсе не вот этих паразитов. Ну, паразиты, конечно, этим пользуются. Кто же союзники? Вот союзники очень микроскопические. Вот перед вами такая спора гриба под названием гломус. И этот гломус тоже чувствует, что там в полумиллиметре от него проползает голодный корень. Этому голодному корню надо помочь с фосфором. Он, с одной стороны, запускает гифу внутри корня, а другими гифами из почвы начинает добывать фосфор. Более того, этот же самый гломус может попасть к соседнему растению. И образуется биохимическая связь между корнями даже разных видов. Допустим, то растение, которое лучше себя чувствует, через гриб может передать тому, которое хуже себя чувствует, какую-то долю питательных веществ. Вот, обратите внимание, два растения винограда. Одно без обработки спорами гриба. Вот такое чахловатая, желтоватая, там так далее. Чуть-чуть голодает, видно, да? А вот это с обработкой спорами на одинаковом типе почвы. Видите, гриб действительно помогает. Ну, вот так гриб себя ведет внутри корня. Он образует выросты, похожие на деревья, так называемые арбузкулы. И вот, с одной стороны, через них получает органические вещества, но и через них отдает фосфор, минеральное питание внутрь вот этого слабейшего растения. Ну, и, конечно же, голодающие корни – это лакомая пища для разных паразитов. Ну, вот это вот стрига, и здесь вы видите, насколько это вредно для кукурузы. Кукуруза практически зачахла. А вот это очень монументальные растения, заразихи, которые тоже лишены хлорофилов, цветками, и они питаются корнями очень специфических видов разных растений. Ну, чтобы вы представляли примерно, как выглядят растения-паразиты. Оказывается, что голод – это еще и сигнал для надземной части. Ну, например, верхушка растет, синтезируют ауксины, посылают вниз сигнал, что надо расти корням, подавать больше питательных веществ. Корни действительно хорошо растут, а питательных веществ нет. Что надо делать? Надо как-то сообщить стеблю, чтобы понимал, что корни-то вырастут, но питания не будет. И вот стригалоктоны начинают подниматься вверх. И что они делают? Они посылают сигнал к боковым почкам не расти, потому что голодно. Снизится уровень стригалоктона, значит, корень насытился, он может подать питательные вещества вверх, тогда эти почки проснутся и будут ветвиться. Голодно? Нет, ветвиться не будем. Об этом идет сигнал наверх-обратно. Ну, и здесь вы видите мутант риса, у которого не синтезируются стригалоктоны. Надземная часть никогда не получает сигнал о голоде. Ну, именно в форме стригалоктона другие какие-то получает, а вот этого сигнала нет. Поэтому надземная часть ветвится, но корень не всегда может обеспечить ей потребности. Ну, вот так вот выглядит нормальное растение виса. Ну, и уже это салициловая кислота. Выделена она из ивы. Ива по-латыни называется салекс. И салициловая кислота содержится в коре ивы, где ее бывает до 10%. Издавна человечество использовало отвар коры ивы как жаропонижающее средство. И когда было выяснено, что самое главное действующее вещество салициловая кислота, стали уже брать салициловую кислоту и ее использовать. Оказалось, что это ужасно для желудка. Она там разъедает какие-то свитые оболочки. Ее стали гасить содой, но это не очень помогало. А потом один химик догадался, что давайте мы возьмем и закроем эту кислотную группировку еще чем-нибудь. Получилось ацетилсалициловая кислота. Вот это название, наверное, многие слышали. Тривиальное название аспирин. Аспирину тоже немногим больше, чем в 100 лет. Это оказалось тоже, конечно, не сахар для слизистой кишечника, но это уже гораздо более мягкое средство, чем исходная салициловая кислота. Кроме ивы салициловой кислотой богата малина. Причем именно та малина, которая дикорастущая, в ней довольно много вот этих салицилатов. Не только в плодах, но и в листьях, и в каких-то других частях растения. Ну, у нас это жаропонижающее, а у растений это жароповышающее средство. Более того, оно помогает растениям бороться с вирусными инфекциями. Показано, что если обработать растения салициловой кислотой, то вирусы развиваются хуже. И можно даже с помощью этой кислоты излечить от вируса. Слишком большая концентрация может приводить, правда, к гибели растения. Ну, когда нужно растению погреться. Вот перед вами срез через соцветия ароидного растения. Обратите внимание, как оно устроено. Сверху такой вот коричневатый мясо-красный придаток. Дальше щетиночки, которым плотно-плотно прилежит покрывало. Некая камера, здесь тычинки, распределительные уборевидные органы и снизу пестики, женские цветки. Ну, когда начинается процесс опыления, разогревается верхняя часть початка. Это позволяет растению испарять побольше веществ. Поскольку это все мясо красное, то запах соответствующий. Это запах гнилого мяса. Чтобы прилетели какие-нибудь жуки, которые очень любят всякое разное гнилющее мясо. Эти жуки прилетают, лезут туда, где повкуснее, залезли сюда через щетинки, а потом пытаются выбраться обратно. Оказывается, не тут-то было. Щетинки закрывают вход, они туда-то, они пригнулись, а обратно они торчат и не пускают жуков. Ну, казалось бы, жукам должно быть очень неприятно, что их так поймали. Однако, оказывается, что это, в общем-то, неплохо. Здесь снизу лужится нектара, то есть сладко. Снаружи все закрыто от врагов. И в течение дня эти жуки вполне себе могут провести в этой камере. Следующим вечером разогреваются тычинки вот этой части. Это способствует быстрому созреванию пыльцы, и пыльца сыпятся на жуков. Ну, жуки подогреваются тоже, ползают вокруг, перемешивают все это дело. И на лапах оплодотворяют вот эти вот все завязи. Дальше щетиночки отвидают, и жуки могут выползти. Но дальше они видят следующее растение, которое уже нагревает верхнюю часть початка, и их приманивают снова. Вот такой вот способ удивительное опыление. Причем здесь салициловая кислота. Оказывается, что незадолго перед нагревом сначала в верхней части накапливается салициловая кислота, а потом в нижней. Если попрыскать растение салициловой кислотой, то оно начнет нагревание не вовремя, не в то время суток, как надо. Там, допустим, не вечером, а где-нибудь в середине дня. И таким образом салициловая кислота регулирует нагрев растения. Нагрев бывает очень сильный. Например, при температурах воздуха около плюс 4 градусов, такое иногда в тропиках бывает, соцветие может разогреваться до 39. Представили себе, да? Практически теплопровное растение. Но теплопровное на несколько часов ночи, потому что оно расходует все питательные вещества на вот эту вспышку энергии. Вот весь крахмал, который накопился в этой толстой части, жертвуется во имя вот этого нагрева и привлечения жуков. Ну, это другое растение. Вот верхнее это с нашего Кавказа, а вот это растение обитает в Гималаях. Собственно, на нем все изучено. Пахнет не гнилым мясом, а каким-то там навозом пахнет. Ну, мне очень нравится английское название вот этого растения. Dead horse arum. Оройник мертвой лошади. Можете представить, какой запах, да? Рядом индус, потому что белый человек этот запах вынести не может. И съемка сначала обычным фотоаппаратом, а потом в инфракрасных лучах. Видно, да? Что вот эта вот верхняя часть в первой части действия сильно разогревается. Ну, здесь видно, что температура где-то 20-22 градуса. А это вот срез уже на второй день, когда надо разогреть нижнюю часть. И тоже вы видите, что вот такая вот инфракрасная съемка показывает нам заметное увеличение температуры внутри. Ну, это наше дальневосточное растение, которое также развлекается. Ну, и обобщая, можно сказать следующее. Что, конечно, сигналы по стеблю это хорошо. Но если вдруг неожиданно приходит какой-нибудь вредитель, то хорошо бы информировать рядом стоящие листья и ветки о том, что что-то произошло. Это может быть этилен, это могут быть оксилипины, может быть производная жасмоновой кислоты, салициловой кислоты. И все это действует на соседние листья, чтобы они включили механизмы защиты. Защиты экспресс. Ну, конечно же, а потом из листа пойдет какой-то сигнал. Ну, представьте, сначала надо вернуться в стебель. Там это может быть метр-полтора. Потом подняться до соседней ветки. Потом зайти в эту соседнюю ветку. И пока сигнал пройдет по растению, уже, может быть, все съедят и будет уже поздно. Поэтому растению очень важны еще такие вот летучие выделения. И на самом деле оно в каждый момент времени охутано вот такими летучими облаками. Для растений это очень важная информация, что в этом облаке присутствует. И оно, конечно же, позволяет растениям общаться друг с другом, и не только друг с другом, а и с другими существами, и как-то выживать.